Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как шить от начала и до конца отличный комплект из трикотажа для занятия спортом, прогулок и путешествий. Комплект будет состоять из трех вещей. Это туника long sleeve, комфортные брючки на резинке и кардиган с планкой на кнопках. Вы узнаете, как из основной выкройки шить long sleeve и, немного преобразовав выкройку, сшить кардиган, который по сути является верхней одеждой. Материал, который нам потребуется. Трикотажное полотно. У меня это футер двунитка. Полностью состоит из хлопка, а это значит, что он максимально комфортный, гидроскопичный и гипоаллергенный. Футер двунитка. Это такое трикотажное полотно, которое с одной стороны имеет ровную, однородную поверхность, а с другой стороны маленькие петли. Это изнаночная сторона. Ну и поскольку это трикотажное полотно, он прекрасно растягивается и возвращает свою форму. Если вы спросите, как декотировать трикотаж перед раскроем, то есть подготавливать, то можно проутюжить и пропарить утюгом. Но при этом следите, чтобы полотно не растягивалось, иначе оно потеряет свою форму. А можно и замочить в воде, либо постирать. Я пробовала и первый, и второй вариант. И после стирки этот трикотаж отлично сохранил свой внешний вид. Этот футер из магазина Rutex. Это интернет-магазин. У них есть страница в Instagram, а также группы ВКонтакте. И они делают доставку по всему миру. Помимо этого, есть несколько розничных магазинов по России. В Казани, в Челнах, Зеленодольске, Ишкар-Але, Чебоксарах. В этом магазине больше всего трикотажа. И сделаю вам маленький гайд по видам трикотажа. Думаю, вам будет полезно. Посмотрим на примере полотен из группы ВКонтакте Rutex. Они тут удобно рассортированы по бабкам. Вот, к примеру, однотонный футер-двунитка. Этот тип трикотажа отлично подходит не только на лето, но и на зиму. Вот, кстати, футер, из которого я шила костюм. К нему компаньоном для манжет, для планки у кардигана можно взять кашкарсе или рябану в тон, как на этом фото. А вот футер-двунитка, но уже с принтом. Бывает трехниточный футер. Он уже плотнее с петлями, либо с начесом по изнанке. Такие типы футера отлично подойдут на холодную погоду. Из них можно сшить комфортные толстовки, свитшоты, брючки на резинке, платья, туники, лонгсливы. Интерлок также один из видов трикотажа. Как правило, имеет хлопковый состав, а также супер мягкую и шелковистую поверхность. Именно поэтому из интерлока часто шьют детскую одежду. Кулирка тоже один из видов трикотажа, но уже более тонкого. Кулирка больше подходит для летних футболок, лонгсливов, маечек, топов. Кашкарсет – трикотаж, имеющий вид крупной резинки. Из него можно шить и полноценные изделия, например, платья, футболки, водолазки, но использовать в качестве каких-то деталей. Для тех же самых манжет, планок, воротничков. Но еще в этой группе есть целый альбом изделий, сшитых по материалам из магазина. Можно смотреть, вдохновляться и брать идеи. И да, что касается расхода материала. Часто трикотажные полотна имеют ширину больше обычного, то есть 140-150 см. К примеру, этот футер имел ширину 180 см. За счет большой ширины расход материала сокращается. К примеру, если для туники потребуется материал равный длине изделия плюс длине рукава, то, возможно, при ширине 180 см вам будет достаточно материала длиной, равной длине изделия, а рукав вы расположите параллельно рядом. Но все индивидуально. Необходимо сделать предварительные расчеты. А в целом, общее правило для расчета расхода ткани материала — это длина изделия. К примеру, туника потребует количество ткани, равной длине изделия туники от плеч до уровня низа плюс длине рукава. Для брюк потребуется материал, равный длине изделия брюк. Ну и если есть какие-то дополнительные детали, например, пояс или манжеты, то здесь стоит добавить сантиметров 15-20 на раскрой и обработку мелких деталей. Ну и кардиган вы можете посчитать по аналогии. Замеряем длину изделия от уровня плеч до низа и добавляем длину рукава. Также, если предполагаются дополнительные мелкие детали, нам стоит добавить еще немного материала. Для кардигана потребовалось около 20-30 сантиметров дополнительно. Начнем пошив с туники лонгслива. Нам потребуется лекала прямого плоского кроя. Помните, в одном из предыдущих видео, ссылку на него я оставлю внизу, мы шили футболку без лекал. Использовали футболку, которая хорошо на нос сидит, и обводили. Это один из способов, как можно получить лекала плоского кроя. Также в видеокурсе по женской одежде я подробно и поэтапно показываю базовые лекала плоского кроя на любую фигуру. Плоский крой отличается своей максимальной простотой. Здесь нет нагрудных, талиевых и плечевых выточек, и детали полочки и спинки практически идентичны. Немного различается линия проймы. По полочке она чуть глубже. Также, как правило, уровень плеч по детали полочки, то есть передней половинки изделия, немного глубже, в отличие от спинки. А в классических базовых лекалах плечевого изделия с выточками плечевой срез полочки, как правило, наоборот, выше спинки. Ну и, разумеется, срез горловины также отличается. По полочке он всегда глубже. Кроим деталь полочки и спинки, желательно взгиб посередине, чтобы избежать лишних швов. Разумеется, располагаем детали по направлению долевой нити. Об этом я уже не говорю, вы это знаете. Совмещаем детали друг с другом лицевыми сторонами. Соединяем боковые срезы, закрепляем булавками и плечевые. Как видите, плечевые расходятся, поэтому мы просто подтягиваем их друг к другу и закрепляем булавками. Далее нам необходимо проложить строчки по боковым и плечевым срезам. Кстати, я буду шить костюм с помощью четырехниточного оверлока. Это машинка, которая сразу же и стачивает, и обметывает срезы. При этом строчка остается эластичной, как и сам трикотаж. Именно поэтому припуски по срезам я сделала меньше обычного. То есть, к примеру, не сантиметр, а 5 или 7 миллиметров. Если у вас нет оверлока, то в этом нет ничего страшного. Вы можете стачивать срезы и обметывать на простой универсальной бытовой швейной машинке. Прямой строчкой, либо строчкой зигзаг. И сразу же, после того, как дадим строчки по плечевым и боковым срезам, можем обметать срез низа изделия. То есть, обработать срезы, чтобы они не осыпались. Необходимо скроить два рукава, правый и левый. Они также построены по системе плоского кроя. То есть, немного отличаются от обычных. Каждый рукав складываем пополам вдоль длинных срезов. Так, чтобы лицевая сторона осталась внутри, скрепляем срезы и даем строчку. В тунике по срезу низу рукава манжеты я обрабатывать не буду, поэтому нижние срезы сразу же могу обметать. Для того, чтобы впоследствии загнуть наизнанку и застрочить. Соединили детали полочки и спинки по плечевым и боковым срезам, обработали рукава. Рукав можем вывернуть на лицевую сторону, а лиф изделия вывернуты наизнанку. Далее вкладываем рукав в пройму, совмещаем шов рукава с боковым швом изделия. Ну, а далее просто присоединяем срезы друг к другу в круговую. В изделиях из трикотажа вметывание и втачивание рукава максимально упрощенное. Как правило, здесь нет участков, которые необходимо припосадить. Поэтому, если вы еще боитесь вметывания рукава в пройму, то можете не отказывать себе в пошиве одежды с рукавами. Начните тренироваться как раз на изделиях из трикотажа. Срез низа изделия я обметала оверлоком и оставила небольшой хвостик строчки. Его можно срезать, можно заправить вовнутрь, поскольку мы все равно после загнем и застрочим срез низа изделия. А можно спрятать кончик прямо в строчку. Для этого я воспользуюсь большой иглой с широким ушком и заведу хвостик вовнутрь. Лишнее можно срезать. Существуют специальные крючки для таких операций. Ими пользоваться еще удобнее. Далее срез низа изделия можно просто подогнуть наизнанку, например, на сантиметр, закрепить булавками по всему кругу и дать строчку. Кстати, то же самое я повторила в отношении среза низа рукава. Также спрятала хвостики. Я проложила прямую строчку на бытовой швейной машинке. Первоначальная эластичность трикотажа, разумеется, не сохранилась, но тем не менее строчка получилась эластичной. Кстати, не забывайте использовать специальные иглы для трикотажа или эластичных тканей. Я пользовалась иглами Super Stretch компании Schmitz. Необработанными у Longsleeve остается только срез горловины. Для горловины мы скроем эластичную бейку из этого же трикотажа. Сложите срез горловины пополам, так чтобы на сгибе осталась середина спинки и середина полочки. Плечевые швы необходимо совместить. Аккуратно располагаем срез горловины на столе. Следите за тем, чтобы он не был растянут, поскольку срезы косые и они очень легко растягиваются. И далее замеряем длину среза горловины, и увеличиваем длину в два раза, поскольку мы замерили только половинку. К примеру, у меня получилось 23 сантиметра. Эту величину нам необходимо увеличить в два раза, поскольку мы замерили только половину среза горловины. Итого 46. Но для трикотажной бейки лучше всего длину сократить минимум на 2 сантиметра. Возможно, потребуется и больше. Все зависит от вида трикотажа, от степени его растяжимости. Поэтому пока можем срезать 2 сантиметра. Итого нам потребуется полоска длиной 44 сантиметра. Ну а ширина полоски примерно 2-3 сантиметра. Поутюжим полоску, а затем сложим ее пополам, так чтобы изнаночная сторона осталась внутри, при этом стараясь не растягивать полоску. После этого нам необходимо бейку растянуть, но определенным образом. Мы растягиваем, округляя наверх. Таким образом, срезы мы растягиваем, а сгиб наоборот сутюживается. И вместо прямой полоски мы получаем округлую эластичную бейку. Сложим ее пополам и замерим получившуюся длину. У нас было 22 сантиметра, а сейчас получилось 24. Помните, я срезала 2 сантиметра, а теперь после утюжки добавилось еще 4. Я срежу по сантиметру с каждого конца. Далее складываем полоску пополам лицом к лицу, совмещаем короткие срезы и даем строчку. По срезу горловины найдем середину спинки. Сделаем отметку и к середине спинки приложим шов эластичной бейки. Далее я просто оттягиваю середину эластичной бейки и середину горловины по полочке и скрепляю их булавками. А затем нам остается просто присоединить срез горловины к срезам бейки. При этом следите, чтобы все три среза были на одном уровне. Закрепляем булавками по всему кругу и даем строчку. Строчку проложили и обязательно хорошенько поутюжьте эластичную бейку по горловине, все швы и строчки. Так изделие будет выглядеть намного аккуратнее. Если вам комфортен мой стиль подачи информации и вы хотели бы глубже погрузиться в тему пошива одежды, то я приглашаю вас на курсы в онлайн школе шитья без полка. Это видео курсы, по которым вы сможете заниматься из любой точки мира в удобное для вас время. Доступ к курсам не ограничен, поэтому вы можете свободно заниматься в комфортном для вас темпе и даже пересматривать уроки. Ссылку на сайт с курсом я оставлю внизу в описании под видео, там вы можете найти подробное описание курсов, а также фото работ и отзывы. Переходим к брючкам. Я воспользуюсь базовыми лекалами классических брюк. Эти лекалы можно построить по учебнику по конструированию женской одежды, а также подробно я показываю, как строить брюки на курсе по женской одежде. Эти лекалы нам необходимо немного видоизменить. Во-первых, если у вас есть гольфик, деталь предназначена для обработки застежки, то ее стоит удалить. И талиевый срез мы немного опустим. Я опустила примерно на 5-7 сантиметров ниже уровня талии. Что касается талиевых выточек, то их мы просто проигнорируем, то есть проведем единый верхний талиевый срез, не обращая внимания на выточки. Также в верхней части боковой срез имеет немного округлую форму. Нам же стоит провести простую прямую линию в продолжении бокового среза, то есть по нарастающей наверх. По задней половинке брюк и то же самое по передней половинке брюк. Скроили переднюю и заднюю половинки в двух экземплярах. Далее соединяем каждую деталь, накладываем переднюю половинку на заднюю, лицом к лицу, соединяем боковые срезы. Далее подтягиваем внутренние шаговые срезы друг к другу и также закрепляем булавками. В брюках, как правило, передняя половинка всегда меньше задней, поэтому не пугайтесь, что срезы не совпадают. Мы просто подтягиваем их и скрепляем. Даем строчку по боковому и внутреннему шаговому срезу по двум половинкам брюк. Проложили строчки и нам необходимо соединить две половинки. Для этого выверните одну половинку брюк на лицевую сторону и вложите ее во вторую половинку. Таким образом, две половинки брюк совмещаются лицевыми сторонами. Нам необходимо совместить округлые средние срезы. У нас есть контрольные точки, это внутренние шаговые швы. Обязательно соединяем и закрепляем их. Также талиевые срезы с обеих сторон должны совпасть. Закрепляем булавками по всему среднему срезу и даем строчку. По низу брюк мы обработаем манжеты. При желании вы можете просто обметать срезы низа и застрочить, как мы делали это у туники. Ну а если вы все-таки решили обработать манжеты, то вам необходимо решить, какой ширины будет манжета в готовом виде. К примеру, я хочу манжету шириной 5 сантиметров. Для этого потребуется двойная ширина, поскольку манжета двуслойная, то есть 10 сантиметров и по сантиметру на швы с каждой стороны. Итого 12 сантиметров. Но что касается длины манжеты, то вы можете просто замерить комфортную для вас величину примерно на уровне щиколоток. У меня это 25 сантиметров, плюс по сантиметру нашего из каждой стороны 27. Обязательно краим детали в длину по уточному направлению, то есть поперек кромки, для того, чтобы манжета хорошо растягивалась. После этого складываем каждую деталь лицом вовнутрь, соединяем короткие срезы, даем строчку. Присоединим манжету к срезу низа брюк. Брюки можно вывернуть наизнанку, а вот манжету сложить пополам так, чтобы изнанка осталась внутри. Далее мы вкладываем манжету вовнутрь брюк, лицом к лицу соединяя шов манжеты с внутренним шаговым швом, а далее скрепляем булавками. У меня срез низа брюк чуть больше, чем длина манжеты, поскольку манжета выполняет не только функцию обработки низа брюк, но и функцию собирающей резинки. Поскольку мы скроили деталь манжеты по утку, а значит она хорошо растягивается, то мы просто растягиваем манжету до величины срезов низа брюк и присоединяем в круговую булавками. И нам остается дать строчку в круговую. По талиевому срезу обработаем пояс. Для этого скроим полоску также по уточному направлению. Ширина этой полоски может быть такой же, как и у манжет, для того, чтобы сохранить единообразие. В моем случае это 12 сантиметров. А что касается длины пояса, то вы можете просто замерить комфортную для вас длину на том уровне, на котором предполагается пояс. Но самое главное следите за тем, чтобы деталь пояса растягивалась до величины обхвата бедер, поскольку вам необходимо будет провести его через уровень бедер, чтобы надеть брюки. Складываем деталь пояса пополам лицом к лицу и соединяем короткие срезы. Нам потребуется эластичная резинка комфортной длины. Просто приложите резинку на необходимые вам уровни и посмотрите, какое количество вам необходимо, поскольку степень растяжимости резинок разная. Сразу же заготовим пояс, вложим резинку вовнутрь. Изнаночная сторона пояса остается внутри. Скрепляем булавками по всей длине пояса. При этом следите, чтобы резинка оставалась свободной, то есть не скрепляйте ее булавкой. При желании вы можете проложить предварительную строчку по срезам пояса для того, чтобы полностью заготовить его, и вам останется только присоединить его к талевому срезу. Но нет ничего страшного, если мы сделаем это сразу. Шов по детали пояса прикрепляем к заднему среднему шву. Оттягиваем серединку пояса и прикрепляем его к среднему шву по передней половинке брюк. Ну а далее про просто присоединяем срезы талии к срезам пояса по всему кругу. Срез талии может быть равен либо больше, чем срез пояса, поэтому при необходимости просто растягивайте талиевый срез и прикрепляйте булавками. И нам остается дать строчку вкруговую вдоль всей длины пояса. Также не забываем поутюжить изделие, и на этом брючки будут готовы. Переходим к кардигану. Мы воспользуемся теми же самыми лекалами плоского прямого кроя, по которым краили тунику лонгслив. Но эти лекалы нам необходимо будет немного видоизменить, поскольку кардиган мы будем все-таки надевать поверх туники, а значит изделию потребуется немного больше свободы. Во-первых, нам стоит немного понизить глубину проймы. Достаточно будет опустить на 5 миллиметров ниже, можно и глубже. Прежнюю линию проймы нам необходимо примерно от середины плавные круглые линии соединить с новой точкой. Можно увеличить ширину полочки, например, на 1 сантиметр. При этом проследите, чтобы ширина и полочки, и спинки по уровню бедер была комфортной и достаточной. Поэтому при необходимости вы можете увеличить прибавку в 1 сантиметр по боковому срезу. Вы можете начать с 1 сантиметра, а к уровню бедер, к примеру, увеличить до 2-3 сантиметров. И нам остается обозначить линию борта по передней половинке изделия. Я хочу, чтобы две планки смыкались примерно на уровне груди. Поэтому замеряю от уровня плеч, от высшей плечевой точки уровень груди, и высшую плечевую точку плавно округлой линии привожу к этому уровню. А ниже этого уровня линия остается вертикальной. Следите, чтобы на уровне груди не образовался треугольник. Линия должна быть максимально округлой. Кстати, при желании вы можете увеличить длину плечевого среза, например, на 5 миллиметров. Все-таки это больше верхняя одежда. Немного опущенную внешнюю плечевую точку мы также плавно приводим к прежней линии проймы, примерно на уровне середины. Что касается спинки, то здесь необходимо внести те же самые изменения. Немного увеличиваем глубину проймы, немного увеличиваем ширину спинки по боковому срезу, а также длину плечевого среза. Тут все просто. Что касается рукава, то нам необходимо его также немного видоизменить, поскольку мы изменили линию проймы, а она напрямую связана с формой рукава. Во-первых, поскольку мы опустили пройму, увеличили ее глубину, это повлияет на высоту оката рукава, то есть на высоту округлой верхней линии. Нам необходимо ее также сделать немного глубже, примерно на 5 миллиметров с обеих сторон и плавно приводим линию оката к новой точке. Поскольку мы увеличили ширину полочки и спинки, а значит длина проймы увеличилась на 1 сантиметр, то смело можем увеличить ширину рукава также на 1 сантиметр с каждой стороны. Это также даст дополнительную свободу, особенно если вы сшили лонгслив, тунику с длинными рукавами. Скроили единую деталь спинки, сгиб без лишних швов и две детали полочки. Нам необходимо будет соединить их только по плечевым срезам. В части с туникой мы вметывали рукав в закрытую пройму, то есть мы соединили изделие по плечевым боковым срезам, отдельно собрали рукав и затем соединили рукав с проймы в круговую единым швом. Я покажу другой способ соединения рукава с изделием, а именно в открытую пройму. Для этого нам необходимо будет соединить полочку и спинку только по плечевым срезам, а вот боковые и нижние срезы вы можете сразу же обметать, то есть обработать оверлоком либо зигзагом. Итак, прикрепляем плечевые срезы друг другу лицом к лицу и даем строчку. Что касается рукавов, мы их также пока не собираем, а можем только обметать по двум длинным срезам. Соединили полочку и спинку по плечевым срезам и теперь присоединим рукав. Раскройте полочку и спинку лицом наверх, аккуратно разложите детали и сверху лицом к лицу наложите рукав. Далее нам необходимо просто присоединить срез оката рукава к срезу проймы и дать строчку. То же самое повторяем со вторым рукавом. Кстати, будьте внимательны к тому, какой рукав в какой пройме вы присоединяете, не перепутайте. Строчки проложили, рукав присоединен к открытой пройме. Складываем изделие по плечевым швам лицом к лицу, то есть соединяем полочку со спинкой. У нас есть контрольная точка, это шов притачивания рукава, поэтому совмещаем его. Также совмещаем срезы низа рукава и оставшиеся участки среза рукава. И далее боковые срезы. По боковому шву я ставлю небольшой разрез, примерно от уровня колен. На этом уровне необходимо будет поставить закрепку и прострочить вдоль всего бокового среза и срезов рукава. То же самое повторяем со второй половинкой. Итак, проложили строчку. Боковые срезы недострочены внизу. У нас остался разрез, края среза, по которому нам необходимо застрочить наизнанку. Сначала я советую застрачивать срезы низа изделия, а только после этого боковые срезы. Для того, чтобы когда изделие раскрывалось, сбоку не было видно никаких подогнутых срезов, чтобы сгиб был чистым и аккуратным. Линию низа изделия и разреза можно обработать единой строчкой. По низу рукава обработаем манжеты. Ширину манжеты можно вычислить точно так же, как мы делали в брюках. Ну а что касается длины манжеты, то вы просто замеряете комфортную для вас длину на уровне запястья. Манжеты также краем по уточному направлению, складываем детали лицом вовнутрь и стачиваем короткие срезы. После этого манжету складываем пополам, так чтобы изнаночная сторона осталась внутри, а рукав будет удобно вывернуть на изнаночную сторону. И так же, как и в брюках, соединяем шов по манжете со швом по рукаву и скрепляем по всему округлому срезу, даем строчку. Манжеты готовы. Нам остается только обработать срезы горловины, срезы борта. Для этого мы скроим полоску наподобие эластичной бики туники. Сложим срез горловины борта пополам, так чтобы середина спинки осталась по сгибу и плечевые швы были совмещены. Сначала замерим длину среза горловины, к примеру, 11 сантиметров. И поскольку это только половинка, то 22 сантиметра. Далее, не растягивая, замеряем длину открытого среза по полочке от плечевого шва и до среза низа изделия, к примеру, 120. Кроим длинную полоску желаемой ширины. У меня будет та же ширина, что и по манжетам. Ну а длина полоски будет равна той длине, которую мы замерили. Можно даже не оставлять припуски на швы. То есть в моем случае это 22 сантиметра. Обязательно эту полоску краим по уточному направлению. Трикотажная бейка, скроенная по утку, легко и максимально хорошо приобретает различные формы. А срез борта по полочке и срез горловины по спинке имеют округлые срезы. И если скроить полоску по долевой, то есть вдоль кромки, обработка будет не такой аккуратной. Ну и две полоски по 120 сантиметров той же ширины. Складываем полоску пополам, так чтобы изнаночная сторона осталась внутри и утюжим без растяжения. Деталь, которая предназначена для спинки, нам необходимо поутюжить таким же образом, как и эластичную бейку туники, то есть округлить. А для полосок передней блэнки изделия этого делать не нужно. Замерим внешний открытый срез и получаем 13 сантиметров, а было 11. Можем срезать примерно полтора сантиметра. И еще подрезать плечевые швы этой полоски под небольшим углом для того, чтобы получить максимальное прилегание к шее. По нижнему срезу больше ничего срезать не нужно. Срезаем только по верхнему сгибу примерно на 3-5 миллиметров по косой. Поскольку мы подрезали плечевые срезы детали по спинке под углом, то же самое нам необходимо повторить с плечевыми срезами детали по полочке. Далее соединяем детали друг с другом по плечевым срезам, которые сейчас имеют небольшой угол. Даем строчку и хорошенько поутюжим. В результате у вас может образоваться небольшой угол по срезам. Этот угол можно срезать примерно 3-5 миллиметров. Нижние срезы детали по полочке можно сразу закрепить, сточать и вывернуть. Можно сделать это чуть позже. Например, сначала присоединить планку к срезам, а затем, если вы обнаружите, что есть лишняя длина, то можно будет ее срезать и обточать. Присоединим единую полученную деталь к открытым срезам горловины и борта. Присоединим к середине спинки, совместим плечевые швы, они обязательно должны совпасть и образовывать единую линию. А далее в промежутках. Старайтесь косые срезы по полочке не растягивать, а просто аккуратно присоединять планку к округлым срезам. Накладываем и прикрепляем. После того, как детали будут скреплены булавками, можно дать строчку в круговую. Начинаем от среза низа изделия с одной стороны, поднимаемся наверх вдоль среза горловины спинки и снова спускаемся вниз. Планка притачена и, как видите, деталь, скроенная по утку, легко приобрела округлую форму среза борта, даже без утюжки. Но после утюжки эффект будет еще лучше. Снизу я также оставила хвостики обмёточной строчки, которые спрячу во внутрь строчки. Также для того, чтобы закрепить срезы притачивания планки, вы можете заутюжить их в сторону изделия, а затем прямо по лицевой стороне изделия дать строчку на 1-2 миллиметра. Остается только пришить кнопки. Первая кнопка у меня будет на уровне груди, я обозначу ее, а дальше с определенным интервалом, например, в 10 сантиметров, прикреплю булавки. Далее складываем кардиган пополам, две планки вместе для того, чтобы перевести отметки и пришиваем кнопки. В женских изделиях, как правило, правая половинка всегда располагается над левой, поэтому будьте внимательны, что кнопку по левой стороне полочки вы пришиваете сверху над планкой, а по правой стороне полочки к изнаночной, к оборотной стороне планки. На самом деле планку можно дублировать, но мне хотелось сохранить мягкую планку. Однако можно использовать трикотажный дублерин. Он позволяет трикотажа оставаться практически таким же эластичным, но при этом добавляет немного плотности. Кнопки пришиты, планка готова, срезы низа изделия совпадают и правая сторона планки ровно накрывает левую по всей длине. На этом кардиган готов. Обязательно шейте, наслаждайтесь процессом и комфортной красивой одеждой. Желаю вам легкого и приятного дня. До встречи в следующих видео.